Много лет весной лет приезжают в деревню Дубровка, Псковской области. Это между Изборском и Печорой. Наконец-то мне захотелось поговорить с местным жителем, которым много лет он живет в одиночку. Жил в этой минатории. Родился он во время войны именно в этой деревне. Там прошло его детство. Много лет он спитался по стране. 25 лет назад вернулся опять в свою родную деревню, где он живет. Я ему задал несколько вопросов, а он в них ответил. Вот такое дело. Туль, скажи пожалуйста, ты же здесь родился? Да. Сколько лет назад? 75. 76 даже. Какая-то деревня была? Дубровка. И сколько здесь тогда народу жило? 56 домов. А сейчас? Два. Как ты свое детство помнишь здесь? Что было в этой деревне? Войну-то ты не помнишь, наверное? Да. Я три года почти не помню, до трех лет не помню. А потом, когда у нас другой домик был, мы не здесь, это Креть. А жили там в другом месте. А там, знаете, родная тетя собственного отца, мать мою как бы выгнала, потому что отца не было. Во время родной погиб. Погиб. Ну и мы в эту лачугу приехали. Вот сюда. Ну-ка, 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 ну-ка. Вот в эту. Но он стоит до сих пор, я смотрю, да? Да, ему 102 года. И сколько удалось здесь прожить? А прожили-то с 47-го по 64-й год. Сколько это? 50, 64, 10, 17. Ну, в общем, я прожил 19 лет здесь. А потом, как уехал, больше сюда не было. Хорошо. А в детстве все же чем занимались-то здесь, в деревне? В основном скот. А учеба где была? А учеба 8 километров отсюда, из Борска. В Изборске нужно? А как добирались эти 8 километров? Сначала пешком. Пешком ходили. Ну, это не считалось, как бы там. А потом на велосипеде. То есть 8 километров нормально пешком было? Да. Туда и обратно, да? Это сколько классов там закончилось? Там, значит, до 7-го класса я ходил пешком, а потом на велосипеде. А мама, значит, чем все остальные работали? Что здесь делали? В колхозе. Колхоз был? Чем он занимался? В основном, знаете, зерно и скот. Такое. Больше ничего там не производилось. Потому что скот держал колхоз, да? Его посели, его кормили, его там доели. Ну, и то, что летом, знаете, сажали там все овощи, фрукты и все, что собиралось, да? Вот это для колхоза. А тяжелые годы были послевоенные? Как? Ну, знаете, хлеба даже не всегда было. Это уже гарантия, что хлеба не то, что каждый день, а там и в неделю раз может. Ну, вот такое. Никто не обиделся, но было обидно только за то, что, собственно, как бы тетя родного отца, да, вот это сделала, когда высидела. Вот это была проблема. Потому что в этом домике ничего не было для жилья. Там печки не было, там окон не было, там дверей не было, там одни вот эти загородки для, ну, рожь, овес, ячмень там хранили. Сохранили еще. Скот держали, наверное, тоже? Скот держали, да, но здесь воровали. Воровали, воровали здесь, знаете, ну, после войны тут чего только не было. Потому что проходили, уходили, значит, то ли свои, то ли откуда-то пришел, что ли, ну, в общем, эстонцы у нас были, знаете, с эстонцами не очень хорошие, хорошо жили. Эстонцы обижали россиян, эстонцы были дружные, наши, так сказать. Ну, они здесь же жили просто? Ну, буквально два километра. Ну, и там остальное дальше, чтобы они жили в Эстонии. Вот, а здесь Россия как бы началась. Ну, и особенно во время войны было совсем плохо. Потому что у нас дядя, получается, отца родный брат, он пищевой милиции был. Тогда милиция, не полиция. И его там были в монастыре, расстреляли. Вот, а кто расстрелял? Ну, он примерно знал, он и говорил. И мы примерно знали, кто это был. Ну, знаете, такое время было, что ничего нельзя было ни говорить, ни сказать. Так Печоры же были под немцами. Немцы же... Ну, да, когда немцы там пришли, да, война началась. Здесь же года три немцы были. Так Печора, эта территория перешла только в 1939 году, как я понимаю, к Советскому Союзу. Ну, это Ленин подписал, отдал им Печорский район, довольно далеко не до Пскова, а ближе сюда, до Тимши. И это как бы Эстония какое-то время занимала. А потом, когда война окончилась, Эстония уже свои границы вошла. Здесь отобрали от них, от Узилы. Ну, не отбирали, просто у них договор там до какого-то года был, и они должны были освободить. Ну, и вот после войны осталась Россия здесь, а туда дальше Эстония. А до Эстонии сколько километров? 21. 21. Ну, это Парижской, а если сюда, в сторону Печор, то там 17, вот, немножко ближе. Ну, плохо жили с Эстонцами, потому что были хуже немцев, это уж точно. Хуже, чем немцы. Но это были только во время войны. До войны было все нормально. Как война началась, все, они изменились, их совсем поведение стало никого лишнее. И, ну, короче говоря, хуже немцев были. Толя, а когда полегче стало, или только когда уже отсюда пришлось уехать? Да, где-то нет. В 61-м году уже заметно стало лучше. Вот, я уже выучился. На кого? На комбайн, на эти все, всю технику, которую, естественное, хозяйство пользовалось, на машину, шофер. Вот, я на эти выучился, и вот в 61-й год, и мне уже было легко, понимаете, как, потому что и зерно умывало, и, ну, все, появилось уже легче. Легче было, и как-то интересно стало работать. А тогда это, вот, у нас не автобус, а также ничего, как и сейчас. А когда, когда было вот до 63-й и по 92-й год, всем автобусам сутки ходил. А теперь ни одного, 24 года. Ни одного, ну, а латышский ходит автобус, но он ходит не вовремя, потому что, получается, в 10 туда идет Псков, и из Пскова, допустим, 3 часа. Ну, он никак там, ни к чему. Для народа стало невозможно доехать до Пскова. Без машины? Да. Раньше там молоко возили, ну, лишнего было, сдавали, а из-за того, что... А как до ближайшего магазина, если у людей нету, машины как добираются? А вот, как хочешь, никого не чувствовать, как хочешь. Если, допустим, Карла Маску, у нас самый крайний был туда колхоз, вот, у него там примерно за 20 лет 80 дворов осталось, просто развалились. Люди уехали, куда и что, потому что ни автобуса, ни сообщения, ни работы, ничего нет. Вот что, и как, и все там нарушилось. Там осталась контора, только такая, знаете, кипичная, хороший домик остался, ну, и больше ничего. А деревянный все разрушили. Потом пришлось уже отсюда уехать, как я понимаю. Да. И куда, и куда? Я уехал сначала в Минске, я служил на аэродроме, вот, потом в Латвию приехал, 4 года там отработал, потом уехал в Тюмень, в Тобольск, нефтепровод там вели, там заработок был, потом в Саратове учиться стал, завод комбайн, знаете какой он, почему комбайн, вот. Ну, и так нормально, нормально было. И до перестройки, значит, я в Мурманске проходил там уже практику, уже надо было практикой. Мурманск это была моя последняя, так сказать, работа. И с Мурманка я сюда приехал, больше никуда не поехал. А почему сюда уже приехали? Да, там полное безобрадие было, знаете. То есть перестройка наступила, и все закончилось? Да, 6 месяцев сидели без зарплаты, что хочешь, туда и делай, куда бежать. Вот и прибежал сюда. То есть, на прежнем, и что когда, что здесь было? Здесь, значит, кто-то жил тогда здесь, кто-то был? Никого не было, 7 лет вообще, и мать была увезена. Никого не было, я приезжал сюда, немножко. И опять вот в этот же дом, да? Здесь же больше ничего не было. Ничего. Ну, он получше немножко выглядел, чем сейчас? Да, да, конечно, конечно, это 25 лет, как я сюда приехал, вот с тех пор, все, что мог, поддерживал, но больше уже некуда было поддерживать, пришлось вот это делать. Этого ничего не было, вообще ничего. То есть, это, как я понимаю, все, что здесь сделано, все в одиночку? Только в одиночку, потому что совершенно ничего, вот один этот сарай, так сказать, он и не закрывался никогда, там и ночевали, и спали, и охотники видно, потому что кабанов шкура. Можно ли посмотреть, можно ли посмотреть, то есть, я-то знаю, видел уже кое-что здесь, чтобы посмотреть вообще, вот баньку там и все остальное, все, что сделано в одиночку, все, что возможно сделать в одиночку. Ну, русскому человеку, скажем так, да. Вы знаете, это не было в трудность, потому что пережили не то, а это не трудно, никто не подгонял, никто так, это, это все, что вот такое есть, которое сегодня дорого стоит, оно раньше копейки стоило, отдавали это металл, это копейки стоило. Поэтому я тут немножко что-то имел, я мог купить, а другие вообще ничего не имели и продавали все, что только могли. Так, ну что, собственность какая здесь, значит, что здесь есть? А здесь что? Осталось собственность, собственность не оформить никак, по наследству, и то не оформить, третий год оформляют. То есть, вот это все пока, то есть, это получается незаконно? Да, сейчас незаконно получается, потому что собрал бумаг, 144 листа за вот три года почти. А как же амнистия на недвижимость, там это самое сейчас, у нас закон такой? Закон есть, тысяча причин, найди бумажку такую-такую, я говорю, где я найду, у меня, допустим, день рождения на месяц раньше, у них по бумагам на месяц раньше, а у меня паспорт на месяц позднее. В июне, по их документам, по паспорту моему, я в июле родивший. Ну, я действительно в июле родивший. А день рождения указано в июне. Как? Кино. Как я оформлял, сколько я оформлял. А вот из чего дом этот сделан? От блоки. Газовые блоки. Ну, вот это блоки газа, остальное окрытое. Ну, тут специально, чтобы он не сгорал. А знаете, это газопровод идет, 80 от матча давления, 750 такая труба, довольно большая. Поэтому мне эти газовики знакомы были, они говорят, что у тебя зона, 37 метров только еще у тебя возможность. Так, 237, а 200, ближе к 200 метров не положено. Вот, поэтому я сначала... А сколько газопровода здесь? 237 метров. И куда он идет, газопровод? В Ригу. В Ригу. Это с Валдая, вот Валдая, вот с Валдая идет в Ригу. И вот это высокое давление, многим здесь, конечно, пришлось сносить дома, вот, потому что зона действия была меньше, чем 200 метров. Но меня оставили еще из-за того, что 37 метров в запасе. Ну, вот здесь не только газопровод, здесь еще у вас шумка, чуть ли не каждый день, в 9 утра начинается. То есть, что расположено, стрельбище, как я понимаю? Ну, это я и не слышу. Да, я же привык. Из чего стреляют? Ну, там, там есть, наверное, что там не применяют, что там не применяют. Все, что есть новое, наверное, здесь испытывают. Так, ну что, надо посмотреть, что, куда мы можем пройти, посмотреть. В бане там, вы не были в бане? Ну, надо посмотреть. Потому что в баню там залезть, меня непредвиденно получилась эта самая стенка рядом. И там, чтобы залезть, надо по-пластунски в ходке сделать. Ну, хорошо, по-пластунски пройдем. Вход в баню по-пластунски, это же... Пройдем, да, пока я выключу. То есть, смотрю, компьютер есть у вас? Компьютер есть? Да нет, нет, это не компьютер, но я смотрю через него, как телевизор. А, это мой монитор, то есть, как телевизор используется. Как телевизор, монитор. И, скажи, большие чего. Большие ничего не. Куда делал, чтоб не понял. Куда его делать? Вот такое хозяйство. Вот такое хозяйство, которое немножко-немножко сделал получше, чем было там, в этой избушке. Не понял, да. Стиральная машинка, смотрю, работает, да? Работает. Работает. Ну, это, скорее, для меня, я знаю. Ну, гидромассажный душ, смотрю, работает, да? Тоже сделали? Нет, гидромассаж, там не работает, давление на него больше. А, маленькое. А так, вот, насосик-то маленький. Так, просто, как душ, помыться. Можно опомниться более-менее. А то баня топить, у меня эта баня большая, там топить на полдня, как минимум. Потому что объем огромный. На грибове, все, все. А вода из скважины? Да. Скважина прямо под полом в коридоре. Вот, скважина, парабуль, на 20 метров глубиной. Вода чистая, но иногда ни с того, ни с сего идет, знаете, разная. Вот сейчас чистая идет, вроде бы весна, по идее грязная. А она, наоборот. Сейчас чистая, а когда лето будет, ни дождя, ничего, она идет грязная. Ну, как грязная, идет такая, немножко красноватая, может, а почему? Ну, болотная вода, знаете, как, наверное, проникает больше. Нет, нету ключа. Как же так? Как же я его мог... Толя, а тяжело одному жить вообще? Да. И сколько лет-то уже получается? 25. В одиночку, да? 92-го, 16-го января. Я сюда приехал один. В деревне никого. Они души. А я приехал с Мурманска, в Латвию приехал, прописки нет, не прописывают, ничего, все русских там вообще погоняли. Ну, а куда деваться? Приехал к матери. И мать сюда потом через полгода приехала, потому что с Латвии ее попросили, сказали, если не уедете, значит, выведем на границу и топайте, как хотите. Вот такая ситуация. Сегодня там не посмотрим. Ну, ладно, тогда на сегодня мы остановимся. Да.